Мы продолжаем нашу викторину «Мой край родной». Напомним, что в предыдущем выпуске мы с вами знакомились с историей села Сынково. На три вопроса, заданных в сюжете, первой правильно ответила Елена Филькина из деревни Борьево, Лаговского сельского поселения. Наши поздравления! А сегодня мы вместе с вами побываем в деревне Федюково. Местный житель Дмитрий Зернов расскажет об этом населенном пункте, а в финале задаст следующие три вопроса. Смотрите внимательно и присылайте свои ответы. Мы находимся с вами в деревне Федюково Подольского района. Это крупнейший населенный пункт в сельском поселении Стрелковское. Здесь проживает более двух тысяч человек. Точная дата образования и происхождение названия деревни неизвестны. В исторических источниках Федюково упоминается, начиная с 18 века. Вот документ от 1763 года «План царствующего града Москвы с показанием лежащих мест на 30 верст в округе». Здесь мы можем увидеть обозначение деревни Федюково рядом с деревней Потапово. Все, как и на сегодняшней карте. До 2005 года деревня Федюково являлась центром Брянцевского сельского округа, который после административной реформы вошел в состав Стрелковского сельского поселения. Самое крупное здание в деревне – Дом культуры. В нем проводятся праздники, мероприятия, работает библиотека, спортивный зал и кружки по интересам. Есть в деревне также средняя школа, детский сад и амбулатория. Не так давно в Федюково были построены два новых пятиэтажных дома на 60 и 90 квартир. Пожалуй, главное событие деревни последнего десятилетия – это строительство и освящение храма святого апостола Андрея Первозванного. В 2005 году митрополит Крутицкий и Коломенский вивенали благословил возведение нового храма в Федюково. По строительству был выделен участок земли в центре деревни, где и отслужили первую пасхальную литургию. Уже летом 2006 года прошла первая служба в еще строящемся здании церкви. Храм Андрея Первозванного строился и рос быстро. Чин великого освящения храма был совершен архиепископом Можайским Григорием 14 декабря 2008 года. С того дня богослужения в церкви стали регулярными. Колокола с церковной звонницы ежедневно собирают верующих на молитву, а каждый год здесь проходит фестиваль колокольной музыки. Неподалеку от храма Андрея Первозванного находится Федюково памятник землякам, погибшим на полях сражений. Среди множества войн, в которых участвовали жители нашего поселения, не было более страшной и принесшей столько много горя, как Великая Отечественная война. Из ушедших на фронт вернулись меньше половины. Например, в моей семье Зерновых погибло 10 человек, а вернулось всего 6. И об этом мы не должны забывать. А теперь самое главное – вопросы нашей викторины. Первый вопрос. Какие две речки протекают рядом с деревней Федюково? Второй вопрос. Когда был заложен первый камень в основании храма святого апостола Андрея Первозванного? Ну и, наконец, третий вопрос. Сколько фамилий на памятнике погибшим в войне землякам в деревне Федюково? Свои ответы присылайте по электронной почте до 12 августа. Адрес электронной почты вы видите на своих веках. Всего вам самого долгого.